htc безусловно легендарная компания вспомнить хотя бы их hd2 самый популярный смартфон для пошива ну на него ставили практически все начиная от windows мобайл заканчивая android 10 сейчас же компания практически полностью ушла от смартфонов все-таки какие-то трубки они выпускают однако это настолько неинтересно и никому не нужны аппараты что они даже потеряли свою уникальность ну а про то что в россии их найти практически нереально даже на авито я вообще молчу на этом мы все говорим про тайваньское производство htc которая занималась выпуском тех самых легендарных смартфонов есть у компании и китайское подразделение и вот именно но производит планшет htc а также в прошлом занималась смартфонами wildfire именно их девайсы можно найти на российском рынке пару лет назад на рынке уже появлялся такой планшет как а 100 и он стал настоящим топом за свои деньги после этого еще выходила 101 и 102 но вот пришло время новой модели а 101 плюс это бюджетный планшет с большим объемом основной оперативной памяти хорошими динамиками прекраснейшим экраном а также операционкой от google pixel tablet и да вот он у меня в руках сегодня мы полностью исследуем этот планшет раскроем его плюсы и минусы ну и конечно же разберемся стоит ли покупать эту вундер вафлю но купить девайсы от htc и других брендов можно в интернет-магазине афитрон на их официальном сайте или на озон и да в интернет-магазине можно найти не только девайсы от htc но я чует и класс сони ромас и других брендов цены там вкусные выбор огромные начиная от наушников и заканчиваем мониторами с видеокартами ссылочка будет как на озон так и на официальный сайт в описании ну и не забывай переходить в мой телеграм-канал по ссылке в описании там я не только публикую новости но еще и общаюсь с подписчиками обсуждают темы для новых видео перейдем к нашему девайсу ко мне а 101 плюс приехал без комплекта как сэмпл продукта поэтому мы сразу же перейдем к внешке корпус практически полностью выполнен из алюминия за исключением дисплея он стеклянный естественно но и пластиковые вставки под антенны это естественно огромное преимущество его планшет со временем не облезет и бы он не из пластика но и плюс не треснет грани корпуса здесь чуть-чуть скруглены как вот на новых макбуках айфонах и так далее чтобы не резать руки это естественно очень удобно особенно если ты собираешься пользоваться планшетом без чехла а 101 плюс у нас в меру тонкий маленький и легкий его максимально приятно держать в руках особенно после ipad pro который так и норовит выскользнуть по интерфейсам тут все максимально просто юсб си для зарядки сло для симок и карты памяти кнопки питания и регулировки громкости джек для наушников и не завезли экран как и сказал выше тут чуть больше чем на 10 дюймов матрица IPS full hd разрешением и как сказал выше на экране нанесены антиблик и олеофобное покрытие яркости тут хватает как и контрастность я посмотрел на планшете пару фильмов и могу с точностью сказать что для таких задач он на сто процентов подходит рисовать на а 101 также удобно правда вот стил с днем с огнем не сыщешь я рекомендую не мучиться и просто взять любой блютузный с алиэкспресс ибо работать они все будут одинаково играть на планшете с точки зрения экрана также приятно за эти деньги 120 герц конечно же никто не поставит но и в 60 кадров в целом играется великолепно в общем дисплею планшета отличный поверьте у меня был опыт с бюджетными девайсами большой и я знаю что говорю большинство планшетов за те же 100 150 баксов экран тусклый сенсор постоянно тупит в общем все очень средний здесь же экран великолепный где-то на уровне xiaomi под 6 звук стерео качество великолепное для такой цены даже какой-то намек на хорошо выраженную середину в наличии батарейка на 7000 миллиампер и я еще ни разу не видел такой хорошей автономности в обычном планшете а 101 плюс держит у меня около трех дней использования с играми и фильмами соцсетями и браузером это на самом деле хороший результат особенно при том что у меня ipad pro 2018 года живет примерно два часа экрана также планшет вроде как поддерживает быструю зарядку на 18 ватт по крайней мере так говорит и до 64 не знает что там будет на релизе его все-таки планшет я снимаю еще до официального старта продаж на том же озон железо тут мягко говоря экстравагантное внутри установлен бюджетный юнисок т606 на 12 нанометров с оперативной памятью на 8 гигабайт и да надеяться на что-то крутое не стоит единственное на что способен а 101 это низкие настройки в самых мощных проектах но об этом чуть чуть попозже сейчас же поговорим про операционную систему внутри стоит последний android 14 вместе с оболочкой от чтси изменений в ней не так уж и много по сравнению с обычным андроидом основное это эксклюзивные звуки системы иконки приложений и фирменные часы htc операционка работает великолепно ничего не тупит и не лагает в общем все прекрасно аналогично и со всеми другими приложениями вроде офиса телеграма ватсапа дискорда и браузера а вот с играми все уже не так хорошо как хотелось бы в средних проектах вроде call of duty asfalt 9 или pubg все работает практически великолепно правда только на средне-высокой графике геншин импакт как пример одного из самых тяжелых проектов на android запускается исключительно на низкой графике в 30 кадров и то с частыми процедками до 20 в общем играть можно но не очень комфортно и если ты себе хочешь найти какой-то бюджетный планшет под игры то это точно не htc 101 плюс тут упор скорее идет на систему экран хорошую камеру звук в общем на потребление обычного контента для стандартных пользователей если же ты хочешь посмотреть на что-то под игры то рекомендую приглянуться к устройствам от the class они тоже есть в fitron и и отречаются тем что в них стоит более мощное железо но по всем остальным фронтам они хуже чем htc основной накопитель тут на 128 гигабайт чего к слову хватает за голову для установки любых программ но даже если места хватать и не будет в планшет без проблем встает карта памяти камера база ну вот прям база основная на 13 мегапикселей качество неплохое даже что-то больше чем расписание можно сфоткать также в наличии двух мегапиксельный макро датчик какой в нем смысл непонятно фронталка же на 8 мегапикселей и это снова база для видеозвонков она пойдет на уран но не для большего также в планшете установлен вай-фай 5 и 4g то есть звонить его может фишки эти полезные для многих поэтому если хотите себе планшет с 4g то стоит присмотреться к htc давай подводить итоги стоит ли покупать htc а 101 плюс 0 же лучше присмотреться к другому девайсу судя по всему стоит он будет около 100 120 баксов это неплохая цена за такие характеристики и как бы это странно не звучало но а 101 плюс особенный он отличается от других планшетов за те же деньги от тех же т-класт чу или от других брендов он пытается предложить максимально приятное устройство за свои деньги и это у него на самом деле получается и тут пользователь платит скорее не за характеристики как в случае т-класт и чуи это тоже хорошо потому что но если тебе нужен мощный процессор и тебе пофиг на экран можно естественно взять вот такой вот бюджетный планшетик в htc а 101 плюс же упор делается на хороший экран качественные динамики и естественно добросовестную сборку и прекрасную оболочку над которой реально работали люди ну а ты пиши свое мнение про планшет htc в комментариях мне будет очень интересно почитать твои мысли такая вот история пока